Ну всё, парни, веселью конец. На выход! Ладно, успокойтесь. Расходитесь. Возвращайтесь к делам. Эти шутники скоро покинут нас. Ну, и зачем же вы явились в мой город и взбаламутили всех? И напугали этих добрых людей? Вам больше нечем заняться, как явиться в город Билла Шарпа и выделываться здесь? Что ты сделал с нашим шерифом? А теперь можете позвать маршала. Подождём внутри. А может, уйдём? После тебя. Передвиньте эту повозку на другую сторону улицы. Шесть человек с шестью ружьями за ней. Два человека, два ружья на этой крыше и два человека, два ружья на той. Взять под прицел ход салон. Кто-нибудь уберите, бедняг, Билла с улицы. Эй, вы в салоне! У нас сто ружей, и все доцелены на этот дом. У вас только один шанс выйти оттуда живыми. Ты и твой нигер должны выйти с поднятыми над головой руками. Я имею удовольствие говорить с маршалом. Да, это я. Федеральный маршал Гил Тейтун. Великоведно, маршал. Я сложил всё имеющееся оружие. И, как вы нам велели, готов сейчас выйти на улицу с поднятыми над головой руками. При этом, будучи представителем системы уголовного правосудия Соединённых Штатов Америки, я верю, что не буду застрелен на улице ни вами, ни кем-нибудь из ваших помощников, прежде чем смогу предстать перед судом. Как ты поступил с нашим шерифом? Застрелил его, как бродячую собаку? Да, это как раз то, что я имею в виду. Дайте мне слово, как представитель закона, что не застрелите меня сейчас на улице, как собаку. Что ж, как бы нам не хотелось увидеть нечто подобное, в любом случае суд приговорит тебя к смертной казни. Справедливо, маршал. Мы выходим. Они сейчас слишком возбуждены. Лучше не делай резких движений и позволь говорить мне. Выходите. Вы без оружия? Да, конечно. Маршал Тейтам, могу я обратиться к вам и вашим помощникам, и, очевидно, всем жителям Даутры, с разъяснением по поводу этого инцидента? Говори. Меня зовут доктор Кинг Шульц. Как и вы, маршал, я являюсь служителем закона. Человек, лежащий мертвым в пыли, которого добрые люди Даутри выбрали своим шерифом, известный им как Билл Шарп, на самом деле разыскиваемый преступник по имени Уиллард Пек. И за него назначена премия в 200 долларов. 200 долларов за живого или мертвого. Что ты несешь? Понимаю, для вас это, безусловно, удручающая новость. Могу предположить, что этот человек был избран шерифом примерно два года назад? Да. Я это знаю, потому что три года назад он украл скот у скотоводческой компании Карриган в Лабоке, штат Техас. А это, друзья мои, ордер, выданный мне окружным судьей Генри Алином Лаудер Милком в Осине, штат Техас. Можете телеграфировать ему. Он подтвердит вам, кто я и кем был ваш дорогой покойный шериф. Другими словами, маршал, вы должны мне 200 долларов. Будь я проклят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!